С поворотами я так быстро всё равно не еду. Вообще, да, на кусок надо ездить неспешно уже. Всё, проехали. Ну, сейчас поехали. Что? Пишут записки на счастье. Гену вчера встретила. Вчера я бегала, плёнки проиграла. Какого Гена? Вчера, да. Девчинка? Девчинка Гена. Огурец парень стоит среди дядек своего возраста. Ну, молодой человек. Какого Гена? Ивчинка. Который... Машина у него была на ста-центре. В ста-центре машина. Машину у него хотели купить одно время. Он загнул большую цену, папа не стал её купить. А, наверное, помню. Чёрненький такой. Плысенький. Да есть фотографии. Такой симпатичный мужчина очень, да. Только его жены разводят по принципу, как Костика, так и... А что, он же не живётся второй? Со второй не знаю, но его первая выдвигла так, что... В кофе самой не былось. Сделал невыездным и прочее, прочее, прочее. Да и Костик невыездный, наверное, мне кажется. Не выездной. Из-за этого... У Костика надо данные все менять, паспорт менять все. То есть он из-за этого... Штрафа на него... Ну, можно на воду его не выездить. Да, да. Да, да. Максим этот сам. Я говорю, у тебя вообще отсюда драть надо и всё просто. Максим же, сам Сим, также уехал. И всё поменял. Паспорт меня в срединности. Это другая и другая и другая фамилия. Если он поменяет все свои данные... Чьи-то другие возьмут. По своим данным. В смысле, ты имеешь в виду, что год рождения, имя, дата, только другая фамилия и уже... Да. А что, не может родиться два человека в один день? Да. С фамилией. Да. С одним именем, с одной фамилией. Близницей. Неужели вы по головам посчитаны в компьютере? Все. По головам. А у этих... А как же Максим сумел выскочить? Ну, это когда было. Я немножко другое могу. Сейчас учёт. Так, вот Супонева заканчивается и на той стороне тоже в этом месте стоит Супоневская бирочка. Вот возле этой бирочки нас это упонул. На той стороне. Ты просто здесь обороты набираешь, обгоняешь всех. После пункта этого. Ну да. Что само по себе появляется. Он был робот на самом деле, поэтому папа в определённые места и нажимает на этот самый. Был бы здравомыслящий, не нажимал бы периодически. Хотя бы... Как я вас люблю. Для того, чтобы ломать себя. Как я вас люблю. Я столько про вас плохого знаю и ничего никому не рассказываю. Даже вам. Ничего. Как я терпеливаю вас. Ужас. Хольга спросила меня, а как там Света, её отношение к... Как она, ничего? Нормально? Я говорю. Во-первых, она мне ничего не рассказывает. Говорит, считает, что это неэтично рассказывает. Но вообще так очень добро. Не жалуется. Не жалуется. В жизни я ее научила уже не делиться своими впечатлениями. Вообще говоря, она тебя очень любит, сочувствовать себя почему-то. Она так устала, пришла с работы. Она говорит, она меня так вкусно кормит. Я знаю, она вкусно кормит. Хорошо готовит. Так она домокозяйка, что ли? Не нянька? Нет, она не убирает. Там приходит уборщица, убирает в определенные дни. А Света только в обязанности входит готовить и смотреть за детьми. Гулять с ними. Дети же с ней целый день. Что они поедят, если я им не сготовлю? У Ольги некогда готовиться. Она утром уходит, вечером приходит, иногда задерживается. С другой стороны, значит идет работа, значит идут деньги. Сейчас я зашла, там и клиенты у нее сидят. Ну да. То есть это ж не то, что там ты много работаешь и ничего не получаешь. Это окупаемая работа. Так что жаловаться на нее грех. Да, надо много и эффективно работать. Тогда будет много денег. То есть одно слово много работать ни о чем. А вот эффективно еще. Ну она долго трудилась на кого-то, на хозяйку. Ну. Набралась опыта. Ну, благо у Сережки есть деньги. И реализовал ее мечты. Ну она к тому, к моменту реализации, она уже была подкована выше короче. Да, у нее уже были наработки. Если Татьяна Андреянова тоже так же. Ну тоже так же, в принципе. Тоже не один год натаскивалась. Ну, я тоже ее видела. Мы вчера с ней разговаривали. Вчера она подходила, что я видела на команду. Она из Евросети выходила. Ну она тоже работает здесь рядышком. Рядом с Ольгой. Да, с Афей. Бизнес очень конкурентный. И тем более, что они предлагают. Они предлагают, что мы с Берлием оформим ваши документы и все. Единственное, я не знаю, туроператоры, они со всеми сотрудничают. Или все-таки с вами будем, с вами не будем. То есть центральные, главные, московские. Они же через Москву работают, они сами ничего не организуют. Это московские туркомпании. А они только по их заявкам, вернее, для них людей поставляют. Слушай, Майами же это в Америке? Да. Она в Твоями ездит? Майами ездит. Круто. Тоже сон. Вот туда билеты до коробки по 60. С детишками. Без Сергея. Считай, 200 тысяч только полез летать. Вот так. Ну видишь, сколько времени боролось за американскую везу сейчас? Без вопросов. Не везти. Что здесь собирается? Магазин строишь? Заливают? Вряд ли. Ну нет, если заливают в чистом поле бетон, в бетоне обычно основание. Саша, ну может склады какие-нибудь? Только магазин среди чистого поля, Сашу. Подумай так. Вот и сидим. Ну видишь. Продолжение следует... 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 Через часик еще этому Андрею позвоню. Катя сказала, ты позвони, позвони, потом я буду уже сама... В Москву? Да, потом я, кажется, сама буду на Алексея выходить вечером. Этого не хочется дергать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, слетели? Слётки. А мы ездили как-то с папой. Гнездо вообще было пусто. Они уже летают. А я Адрину показала. Получила, если слетала. Наверное, не дошли. Наверное, не дошли. Что тут извращение? У детей так бывает. И навязчивые эти идеи. Что тут извращение? Ему нравится вот это вот действие, тереть твой локоть. Бой почему-то не трет. А ты потому что не рядом с ним все лечи. Да, он трет и Саша, это Димин. Ему все равно. Может твой ум не трет. Ну вообще в детстве, Женя, забывай, бывают еще нервные такие тики. Нет, не тики. Ну за что же такое было, у всех детей это есть. Кто-то себя натирает, усыпает. Понимаешь, как-то вот что-то у них есть там было. Нариса моя, Туся Женькина, она ей что-то делала. Такой трамплин, терлые волосы все время было. Кто-то усыпал. Тут Саша запястье тромает. Я ногами шевелеву. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Последнее время уже практически уже не было. Раньше отбесилась, я по-рус-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ватя шуршать-то мне говорила. Я ногами как лампами раз, раз и два-три. Двигаешь шевел, как раз и два-три. И Катя тоже все время на меня руковаться. Ватя шуршать! Субтитры подогнал «Симон» 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 А в левом ряду машина. Куда хочешь, туда и девайся. Не в левом, а в правом ряду машина. И куда вы делись? Ну, проскочили. Так, плотно проскочили, что у меня же сердце оторвалось. Я точно, наверное, лишусь от этого Орхана. Лёнь, ну давай я не буду ездить. Ну зачем так рисково ездить? Я сколько лет не еду. Я вот сейчас рисково еду. Я еду с минимальной скоростью. Я же никого вообще не еду. Сотни не еду. Я еду с обычной скоростью. По свободной дороге. Опять бы записился. Вон, фу, где бочка что-то. Когда мы её догоним? Я же за ней не говорю. Так уж не надо в деревне строить домик. Постройте дорогу по кругу. Дайте папе накататься с удовольствием. Жень, ну там 15 метров ширины. Не важно. До Селебина попросите. Поверху сделайте. Чтоб трек по кругу. Катался бы себе человек с удовольствием. Добрая ты, Женечка. А где ты картошку копать будешь? А зачем картошку? Здесь трэп. Есть не надо. Есть не надо. Я одно не пойму. Откуда у вас такие извращенные представления обо мне? Что я гонщик, блин, и обожаю кататься из-за сессии. Нет, ну ты же кейзис-менеджер, ты не согласись с этим. Ты создаешь такие физические ситуации. Я просто езжу. Не просто ты езжу. Беда заключается в том... Нет, ребята... И дальше тебе хочется, чтобы мы говорили вот так, а ты опровергал. Нет, нет, я не такой. Друзья мои, вы не правы по простому правилу. Что я, как сказать, человек немножко, да, пунктик. Вот я знаю, что дорога разрешает ехать со скоростью 90 км в час. И поэтому я злюсь, когда приходится... Ну, остальные мешают ехать мне. Ну, понятно, но... Ну, вот злюсь, да, за то, что в государстве нет полноценных дорог. А во что это превращается? Ну, фиг вы, знаю. Сидите. И они там вот едут по дороге, они в чем виноваты? Ну, они не виноваты. Они едут тупо вон. Живуренок выскочил на встречу. Плачу налоги, где дороги? Мне тут каждый не заплатил. Сразу бы дороги появились. Женя, вы просто странно рассуждаете, думаете, что в этой стране что-то делается за деньги, которые берут у людей. У людей не берут деньги. Им просто их не дают. И все. Успокойтесь. Разворовывается не то, что у вас взято, а разворовывается то, что вам не дано просто-напросто. И вы об этом и знать не знаете, и видеть не видите, и слышать не слышите. Потому что принцип страны такой. Спецагент в черном очках. Мочи его. Войновая информация на планете они существуют. Да. Они существуют? А где они? Где? Где? Сейчас Александр нам расскажет, где они сейчас. Где? Где они? Они у кирконовые таксики. Малыши. Сейчас посмотрим. Скрип. Это длинный кусок. Где кончился? Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 На утро там стекает, или когда поставил, или утром поставил, вечером стекло, закопал носом, все. Больше ничего не надо, ни капель никаких. О, ну Саша, у Саши насморка практически никогда не бывает. Алоэ в маленьком возрасте, я сейчас в Ливан, ей Бог тебе говорю, я уже просто в Ливан. Алоэ капало, и притом врачиха мне сказал, капают так, прям чистым алоэм закапали. А что в этом капало? Висят на висят с водичкой, а то еще меньше, чтоб состав было. Зато сопление. И вообще практически не бывает, там надо ему очень сильно болеть, чтоб все прибудет. А мы из парка просто промываем, но с водой из-под крана. И соленой воды. Никакой соленой, просто носоглотку промываем. Без соленой, без всякой. Да, и все нормально. В этом сезоне мы не болели, я покупала водный раствор прополиса в фирме Центуриум. И мы капали сезон вот как раз грибозный. Нормально. Нормально все. Чем не болели? Плотник. А Тимура я таких процедур не делала, скорее всего. Почему не стоит? Плотник. А еще светил лиминазер. Сад саша папевой. Лиминатор. Алоэ и молокосов еще. И я даже чего СИН에서 убрал? Плотник. 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 Бетонный какой-нибудь разборный. Надо было что-то еще. Я буду бетонный. 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 Руки. У него нос постоянно бился. На ручке не умел подруги. Сзади как у птенца. У меня очень важно. Погоди, давай. А че он? Который специальный. С ДС. Пускай. Я ронял его специально. Держи подруги, чтобы его вырубить. Чтобы на ручке вставал. Да, ноги. А че? Руки будут для того нужны. Все, потише. Успешно. Успешно. Хорошо. Я думал успею, не успею. Сказали, что не успею. И не успею. Но все равно уже поехали. В том-то и проблема. Можно. Вода. Вода. Вода дома. Вода в баровину. Вода. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Тимур, дай доехать 5 метров до дома, а потом начнешь там лечиться Как ты ногами двигал, я знаю Это называется сдвижной подлокотник Нет, мигает, видишь? Да, мне наручили Там синяя крыночка с синей крышечкой такая лежит На зеленом вашем ящике Меня сразу подойдите в лес, папа, отвези Нет, мне выйти должны Чего я с вами в лес поеду? Нет, ну маму, выпусти, отвези меня в лес сразу Я никуда не пойду Мы выгрузимся и отвезем тебя в лес, Жанечка А там крыночки, мусороны как лес Не пристегнутые дети обычно бьются в машину Я по звуку слышу Что сзади были не пристегнутые дети Также на маленькой скорости в поселке бывает Приходится тормозить А что-то от комаров ничего не одела в майке воды Те ж задерут там комары А на кухню берут В ваш доме, что ли, выдерживать? Да вы знаете, я уже не знаю Ах, чей? Пап, отвезите меня Женечка, выгружай Жень, можно я выйду? Ну мам, выйдет Выгружаем вещи Почему он потащит все с собой, это хлам весь стал? Какая разница? Да, 5 секунд решат Да, пока нет Какая раз восьмая Нет, 13 Вот это ладно Какая разница? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...